привет ты снова на канале а те юзер help в этом видео я хочу рассказать о трех полезных настройках google play play маркета которые ты должен проверить изменить либо просто посмотреть стоять ли они у тебя правильно так как это очень важные настройки которые отвечают первое за защиту твоего смартфона от вредоносного приложений которые можно скачать даже из при маркета второе отвечают за скорость интернета такая настройка поможет значительно повысить скорость интернета и а также уменьшить количество трафика переданного через твою сеть и третья настройка будет полезна если твоим телефоном пользуются несовершеннолетние дети настройка поможет защитить от нежелательного контента итак давайте приступим при нам прежде всего нужно перейти в play market и вот в такое главное окно нажать на вот эти три горизонтальные линии и выбрать настройки и здесь где у вас автообновление приложений есть три опции изначально стоит вот так любая сеть то есть это означает что всегда когда есть в интернете в телефоне интернет доступ к интернету приложения ваши все приложения будут автоматически обновляться принципе авто обновление обновление приложений вообще полезная функция и приложение нужно постоянно обновлять так как с каждым обновлением убираются какие-то баги дыры и уязвимости для предоносного было но лучше это делать вручную периодически когда у вас есть время и только для тех приложений которыми вы пользуетесь чаще всего то есть в автообновлении лучше отключить тогда ваша скорость интернета не будет падать самый неподходящий момент если вы замечали когда-нибудь что у вас все нормально сеть полная должна быть хорошая скорость интернета плачет а интернет грузится очень медленно сайты страниц и youtube видео к примеру и прочие интернет сервисы скорее всего в это обновление было в это время просто скачивается обновление ваше приложение и чаще всего скачиваться те приложения которыми вы возможно даже не пользуетесь и для них особо обновление обновляться и не нужно после все установленные приложения которые у вас есть они все будут скачиваться одновременно будут будут обновляться это была первая настройку которую стоит изменить второе это также в этом меню нажимаете три полоски вертикальные и здесь есть такой пункт play защита нужно зайти в него и нажать шестеренку и обязательно перевести эти галочки в правое положение в зеленое в то есть включить play защиту play защита дополнительно проверяют все приложения которые установлены на вашем смартфоне и сравнивает их с базой данной и а у него цены стоя не имеющийся информации которая есть у google out по поводу каждого приложения какие есть уязвимости и периодически можно нажимать проверить вручную хотя он автоматически это делает и вы увидите что в каком состоянии находится ваше приложение защита это была вторая настройка касательно уязвимости и защиты вашего смартфона ну и третья настройка на тот случай если вашим смартфоном пользуются иногда либо часто несовершеннолетние дети чтобы защитить их от нежелательного контента вот взрослого контента можно включить такую функцию также в настройках мы зашли в настройки и такая функция как родительский контроль по умолчанию выключена если зайти сюда то можно перевести этот ползунок вправо нужно ввести пароль телефона и функция включится сначала задается пароль и дальше нужно будет выбрать игры приложения и какой рейтинг вы хотите установить то есть вот можно например установить до 16 если у вас совсем маленькие дети пользуются важным то можно установить и плюс либо 7 плюс и тогда приложение которые помечены меткой 12 16 18 даже не будет показываться в плей маркете также с фильмами то же самое можно установить и с музыкой это было три полезных функции которые нужно обязательно проверить в вашем смартфоне надеюсь вы установили наиболее оптимальные параметры настроек и ваш телефон будет под защитой никогда не ограничивать скорость и ваши дети будут безопасность на этом все если видео было полезным обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал и при желании оставляйте комментарий любой комментарий всем приветствуется всем пока